Десятое декабря, четверг. Смотрите в выпуске. 31 декабря в нашем крае будет рабочим. Власти объяснили, почему. Жители Мазули получили пятизначные платежки за тепло, а дети из Шанхая не смогли попасть в школу. Полицейские назвали средний размер взятки, а общий ущерб от коррупционеров сравнялся с годовым бюджетом Ачинска. Поменять японца на китайца. Народный эксперт тестирует кроссоверы из Поднебесной. Двигатель, по-моему, вот их разработки. Больше тут китайского вроде как и нет. Жители региона не будут отдыхать 31 декабря. Как поясняет правительство края, праздничные и выходные дни закреплены в Трудовом кодексе Российской Федерации и вносить в него изменения может только Федеральное собрание страны. Региональные власти могут сделать 31 декабря выходным при одном условии. Если этот рабочий день перенести на один из других выходных дней. В тех субъектах Федерации, где воспользовались таким правом, перенесли рабочий день на последнюю субботу года, 26 декабря. В Красноярском крае этот день остается выходным. В пресс-службе правительстве края говорят, решение губернатора сделать 31 декабря нерабочим днем напрямую коснется лишь организации и структур краевого подчинения. Для коммерческого уровня и муниципальных организаций это решение будет носить лишь рекомендательный характер. И заработодателям останется последнее слово. А еще бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с коронавирусом, он должен иметь возможность в полном объеме поработать в новогодние праздники. Это и выручку поднимет, и на заработной плате сотрудников отразится. Но все же 31 декабря будет сокращенным рабочим днем. Сегодня дети из Шанхая не могли попасть в школу. Утренний рейс на триуна 7.30 утра не пришел. Совсем. Мороз сегодня был за 20. По словам очевидцев, около 10 школьников с родителями сегодня не дождались автобуса. У нас же было дистанционно, и дети не ездили на обучение, они дома сидели. Мне вот интересно, завтра, если дети пойдут, они тоже будут стоять и мерзнуть. Как говорит наш зритель, большинство маленьких пассажиров едет в 12-ю школу. Путь не близкий, пешком по морозу не дойдешь. Перевозчик на триу фирмы «Каскад» нам не удалось связаться с руководителем. Маршрут этот «Каскад» забрал с 1 сентября, сбросив цену по контракту до нуля. То есть фирма не получает субсидий из бюджета, а зарабатывает на перевозке пассажиров. Или не зарабатывает. В мэрии говорят, никаких рейсов они не отменяли. Утренний автобус, по словам начальника управления экономики, как раз запускали для удобства школьников. Жалобы на перевозчика уже были, говорит Марина Горохова, в первую неделю. Сегодня тоже есть сигнал. Власти разбираются. Жители поселка Мазуль получили платежи за тепло с пятизначными цифрами. Еще летом Ачинсов предупреждали, с сентября они начнут платить за тепло по факту. Платежи теперь начисляются только в период отопительного сезона, который в Ачинске длится с сентября по май. Сейчас люди возмущены, они не ожидали, что суммы в квитанциях вырастут в несколько раз. К нам в редакцию обратилась жительница поселка Мазуль Анна Лютикова. По словам женщины, в этом месяце семья получила платежку на 13 200 рублей. Хотя раньше они платили 7, максимум 8 тысяч. Я многодетная мама, у нас 5 детей в доме на 120 квадратных метров, проживает 9 человек. У нас разница где-то 5-600, добавка к прошлым суммам. Ну, я лучше эти деньги потрачу на детей. Такие, вот объяснения таких сумм, то что раньше за тепло мы платили только за 12 месяцев, то есть на 12 месяцев было разделено. А теперь мы за тепло платим только в период холодов, вот в период отопления. 9 месяцев. То есть убрали 3 месяца, но за 3 месяца не может быть такой суммы. Со слов Анны, ее семья в Мазуле не единственная, которая получила огромные, по их мнению, счета за тепло. Сегодня начальник юридического отдела теплосетей Валерий Овчинников объяснил, почему горожане получили платежки с такими цифрами. Мы вынуждены были доначислить сентябрь-октябрь. Там помимо увеличения платы по услуге отопления, еще и сказался вот этот перерасчет за 2 месяца. В принципе, в последующем будет однозначно четкое начисление платы по услуге отопления в строке. Никаких доначислений не будет. Если жители подают нам актуализированный технический паспорт, из которого мы видим, что подлежит применению иной норматив, соответственно, гражданину будет произведен перерасчет в последующих платежных периодах. Валерий Овчинников говорит, с начала лета по октябрь теплосети Вачинские проводили сверку отапливаемых площадей. У горожан, которые не предоставили копии своих тех паспортов, площади в платежке могут быть больше, чем на самом деле. Из-за этого у таких жителей выросла и сумма к оплате. Чтобы организация сделала перерасчет, необходимо обратиться напрямую в теплосети. По словам Овчинникова, они готовы и предоставить рассрочку на 6 месяцев для всех горожан. Для этого нужно принести копию паспорта, документы на право собственности и написать заявление в первом кабинете. Отмечу, что в декабре и январе Ачинсов ожидают самые дорогие платежки за тепло, потому что это два самых холодных месяца. А вот с июня по сентябрь оплата за тепло не будет начисляться никому. Юлия Савина, Вильдан Калемулин, Новости ОСА. Как бороться вот с этими собаками со всеми? Вон что творится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Страшно выходить. Думайте что-нибудь. Видите, что творится? Как ходить по этой улице? Это жители Рудника считают собак. Говорят, дети боятся в школу ходить. Между тем, счетная палата проверила, как идет отлов безнадзорных животных в Ачинске. Аудиторы проверяли работу почти за три года. С 2018 до августа нынешнего. Контролирует эту тему Центр обеспечения жизнедеятельности. А за три года контракты на отлов бродяг получали три фирмы. СМЭП, ИП Евдокимова и приют Доброе сердце. И вот что выяснила проверка. Больше всего горожан пострадало от укусов собак в 2019. Причем в половине случаев нападают животные без призорники. Что касается отловленных псов, то картина вот такая. По контракту больше всего и отловлено в 2019 году. При этом аудиторы нашли нарушение и в работе заказчика, и в работе исполнительной. Так счетная палата выявила, что подрядчик не ведет индивидуальной карточки на собак, которые содержатся в приюте. Не всегда ставится отметка о передаче животного новому владельцу. Не ведется регистрация заявок от жителей или организации на отлов беспризорных псов. А информация об исполнении контракта подается в реестр с нарушением сроков. Максимальная просрочка была в 230 дней. В целом аудиторы считают, что Центр обеспечения жизнедеятельности не должным образом контролирует работу по собачьему вопросу. Если вы заметили сломанные качели, открытый люк, упавшее дерево, оборванные провода, разбитый фонарь или заснеженную дорогу, а также другие городские проблемы, не проходи мимо. Звоните в единую диспетчерскую службу. Круглосуточные телефоны 77050 или 112. До Нового Года осталось 21 день. Не теряя времени, приходи в магазин «Спортград» за подарками своим любимым. Только здесь спортивная одежда и обувь топовых брендов планеты. Все о тебе заговорят, если ты шопишься в «Спортград». Новогодние скидки от 5 до 50%. Торговый комплекс «Евродом», второй этаж. Банька на дровах. Отличный отдых с пользой для здоровья. Веник, парилочка и купель. А во дворе можно пожарить шашлык. Открыто бронирование на праздничные дни. Улица 1-я Алтайская, 29. Круглосуточно. Звоните 8-923-374-1744. Частная наркологическая клиника номер 1 в городе Ачинске. Лечение зависимости под наблюдением квалифицированного персонала. Вывод из запоя. Вызов нарколога на дом. Кодирование, реабилитация. Анонимность гарантируется. Подробности по телефону 8-391-215-0033. Ветеринарная аптека 36, расположенная на территории фармацевтического центра губернской аптеки. Райское место для питомцев и заводчиков. Корма, витамины, игрушки, переноски, лежанки, лотки, наполнители. Амуниция, одежда для кошек и собак. Консультирует ветеринарный фельдшер. Улица Кравченко, 7А. Требуется почтальону в поселок Горный, Карловку и Березовый работа три раза в неделю. Зарплата в месяц 7500. Телефон для связи 9-42-42 или 8-923-292-91-82. В Красноярском крае самые дорогие взятки в Сибири. Об этом сообщил главный полицейский региона Александр Ричицкий. Средний размер составляет 523 тысячи рублей. За коррупционные преступления в этом году привлечено около 200 человек. А общая сумма ущерба превысила 3 миллиарда. Пойманные на махинациях добровольно возместили лишь 11 миллионов. Ледовая переправа через Чулым откроется для автомобилистов не ранее, чем 25 декабря. Об этом телеканал ОСА рассказали специалисты ГИМС. Открытие переправы полностью зависит от погодных условий. Декабрь в этом году выдался без сильных морозов. Поэтому лед на реке еще тонкий. По норме надо не меньше 40 сантиметров. Напомню, что в прошлом году зимний проезд через Чулым открыли тоже 25 декабря. С 1 января начнут действовать новые противопожарные правила. В числе прочих запретов нельзя будет зажигать свечи на балконе, оставлять непотушенные сигареты и любые источники открытого огня без присмотра. На дачах уже давно нельзя поджигать траву и разводить костры. Теперь и для приготовления еды необходимо отвезти специальное место. Пока непонятно, кто и как будет следить за выполнением этих требований. Но штраф для нарушителей внушительный. От 2 до 5 тысяч рублей. В Красноярск поступило 1000 доз вакцины от COVID-19. Напомним, для Края это уже вторая партия вакцин. Первая пришла еще в конце сентября. Тогда прививку поставили всего 42 медработникам. До конца этого года еще ожидается свыше 2000 доз вакцины. Все препараты уже распределены между больницами Красноярска и региона. Первые поставки межрайонной больницы Края уже начались. Массовая вакцинация от COVID-19 планируется в начале 2021 года. Первыми прививки получит медицинский медперсонал. Ожидается, что в следующем году будут привиты треть жителей региона. Вакцинация пройдет на добровольной основе и будет бесплатной. Завтра расскажем, какая нужна подготовка перед прививкой от COVID-19. Продолжение следует... Продолжение следует... Сауна 24 часа. Погреться в жарком хамаме или в парной с веником. Поплавать в теплом бассейне. Сауна на авиаторов 18. Идеальное место для семейного отдыха и дружеских посиделок. Бронирование по телефону 8 902 925 87 75. Скидки до 15 декабря. Это Ольга. У нее варикоз. Но она боится операций, разрезов, наркоза и эти шрамы на ногах. А это Даша. Она удалила варикоз лазером в клинике Варикоза Нет. Ждем вас в декабре. Таких цен больше не будет. Компания Синт представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. В новой Причулымке еще больше подарков. Праздничные продуктовые наборы, посуда, постельное белье и многое другое. Подпишись на газету до 25 декабря и участвуй в розыгрыше призов. Подробности в газете «Новая Причулымка». С наступающим Новым Годом! Спонсор рубрики «Тест-драйв» через центр Ачинск. Конец года – это значит подходящее время обновить свое авто. Телеканал «Ассамп» проведет серию тест-драйвов от бюджетных до премиальных. Сегодня наш новый герой. Знакомьтесь, Черри Тига 7 Pro. Стильный кроссовер с высокоресурсным бензиновым двигателем. Полным зимним пакетом, словно создан для сибирских морозов. Усиленный каркас кузова и тройные лонжероны для безопасности. На Ачинских дорогах его тестирует народный эксперт. Александр Стахович. Водительский стаж около 20 лет. Поменял японца на китайца. И не жалеет. 3D – это игрушка, конечно, посмотреть, как машина выглядит. Но в 2D и парковки вперед – это вот просто бомба. Плюсы. Боковые камеры убирают слепую зону. Минусы. Это срабатывает на поворотах при скорости до 30 км в час. Она просто плывет по дороге. Скорость ощущаешь только вот цифры на спидометре. Тут, во-первых, вариатор. И он немного отличается. Сам стиль езды от автомата. Здесь, на мой взгляд, тапок в пол просто так задавить. Здесь эффективности не будет. Ямки она хорошо глотает. Лежачие полицейские у нас в городе, соответственно, тоже достаточно мягко проходят. Тут система ESP, которая устойчивость и пробуксовку с ней. Ну, я не заметил. Чуть повело зад. Машина сама встала на место. Плюсы. 147 лошадиных сил вписывается в налоговую ставку 3,5. Электронный ручник, селектор, передач. Минусы. В режиме спорт очень прожорливая. Зависит от езды, как будешь ездить. По трассе получалось где-то в районе 8. Возможно, она будет кушать меньше. По городу, ну, в районе 10-11. На спорте, если вваливаешь, расход бывает даже дикий. Плюсы. Полный пакет зимнего обогрева, беспроводная зарядка для телефона. Минусы. Зарядка срабатывает не на всех моделях телефонов. Один из плюсов данной комплектации – это панорамная крыша. Притом она достаточно, ну, для задних пассажиров должна быть, в принципе, прекрасно сзади ездить. Потому что это реально панорамная крыша. Плюсы. Бесключевой доступ, электронный ручник. Открытие багажника без рук, объемный багажник. Минусы – неровный пол в багажнике, неадаптивный круиз-контроль. Плюсы – дистанционный запуск двигателя. Минусы – нет обратной связи. База сделана совместно Чири, Игуар, Лендровер. Вся нижняя часть там с ленджеровными. Двигатель, по-моему, вот их разработки. Больше тут китайского вроде как и нет. Общая оценка народного эксперта – твердая пятерка. Смотрел я именно, начинаем, оптика, габариты, багажник. Вот немного электроники, которая мне была принципиально важна. И если я другие рассматривал, Mitsubishi, Subaru, Toyota, корейцев, с тем минимальным требованием, которые у меня были, этот ценник уходил как минимум на 500-600 тысяч выше. Новый Чири Тига 7 Про. Сплав инновационных технологий и харизматичного дизайна. Пройди тест-драйв у официального дилера Чири Ачинск. Завись по телефону 46680. Тига 7 Про. Всегда достигает большего, как и ты. Вы молодцы. За что нравится? Ну, у вас очень много интересной информации там. Ну, корреспонденты хорошие, которые доносят до людей. Ну, все полезное. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»